всем привет друзья надюшка кубик крутит ты умеешь его собирать мальчишки то у нас быстро даже на время крутят махом у нас сегодня стояла вообще просто такая невероятная жара а сейчас собрались тучки собачка что-то наша учуяла там кто-то идет кто там идет а белочка кто там коровы наверное домой возвращаются я готовлю ужин картошка сегодня будет у нас курочкой с овощами запечем сейчас все с приправками немножко запекать придется в старом доме меня там духовка здесь духовке пока что еще нету поэтому мы бегаем старый дом запекать дима помогает папе сверлят опять крутят вертят работают короче друзья вот смотрите у меня значит кабачки и вот почему-то много пустоцвета вот такие цветочки не просто цветают падают но здесь вот есть кабачок небольшой почему столько много пустоцвета здесь вообще я не вижу никаких кабачков просто вот он цветет смотрите никаких вот один чувство к много пустоцвета у нас это все нормально что столько цветов может и так должно быть первый раз такое вижу обычно цветок и всегда есть кабачок тут не везде странно странно ваня саша что-то мастерят вместе будете хорошо по очереди наговорились у папа остались остатки вот им не втерпешь аккуратненько главное не порежьте не порежешься умничка учись от брата старшего картошечка после дождей хорошо так подросла слайк привет с редиской бегает молодец поливал мне сейчас с димой огород все полили помощники мои всегда можно попросить и они сделают кстати был вопрос надо ли их заставлять как-то в огороде работать или что-то или они как бы идут сами с удовольствием но я так поняла они иногда сопротивляются типа почему я почему там не кто-то другой идет да но все равно потом идут делают либо мы назначаем очередь допустим дежурство у нас есть в доме когда они у них есть свои территории и они закреплены за ней и потом допустим раз в неделю меняется бывает даже раз в месяц если они не хотят меняться если им нравится то где-то целый месяц вот поэтому как-то но сильно проблем нету с этим сказали значит надо делать вот единственное что могут как бы начать сопротивляться в том плане что почему я почему не кто-то другой идет а может сегодня не я например завтра я буду эту территорию убирать или что-то делать в общем только так а так в принципе ребятишки молодцы помогают всегда безотказные вот у нас салатик очень хорошо поднялся укропчик и вот помните вам праву говорила я же лук досадила и теперь я не знаю какой это лук зашел тут у меня сорняки у меня немного не знаю чё за лук то ли это тот который еще нужно было подождать или это тот который я еще сверху посадила в общем неизвестно он еще молоденький конечно я надеюсь что он многолетний будет все как написано чтобы каждый год у меня здесь коробушечки был лучок зелень также буду сюда сажать вот очень мне нравится в коробах прям очень очень классно хорошо что именно на две доски трава не так сильно поднимается как на одной доске если на одной доске вообще моментально трава заходит для а здесь видать повыше она не рискует так высоко подниматься вот в общем так в принципе все нормально жду когда морковка чуть побольше вырастет буду обдергивать и и вот так вот такие дела пока все хорошо цветочки бархатцы поднялись капустка завязалась немножечко такая покрупнее стало нормально нынче знаете как-то очень хорошо и тепло стоит и дождики у нас поливают он какая . красивая прям пушистая такая слишком много не поливаем мне нравится в принципе погода единственное что гримхает очень сильно мы не любим когда вот эти грозы такие прям страшенные нынче очень людей много пострадала в том плане что компьютеры блок питания вот это все погорело у людей но так все хорошо моей мамы тоже с компьютером проблемы были что погорело из-за этой грозы теперь чуть гроза там громыхает гром и все мы прям боимся все выключаем компьютер выключаем а если видео на загрузке то все у нас летает потом по-новому надо будет его ставить старом доме у нас сейчас проходят службы воскресные сегодня была у нас сегодня было очень много гостей из иркутска приезжали и так гости приезжали которые но из как сказать просто к родственникам приезжает к верующим и вот к нам в общем тоже пришли вот здесь пока мы собираемся читаем библию обязательно поем псалмы мы христиане вот что вот у нас такие песенники очень старые уже конечно но это не у нас так для гостей если кто-то допустим пришел мы покупали специально или ребятишки наши тоже поют а так у нас на телефонах загруженной библией песенник тоже загружен песни возрождения вот там спрашивали тоже приобщаем ли мы детей или как ребятишки у нас тоже входят собрание они еще не крещеные тоже спрашивали был вопрос они еще по возрасту не подходят вот значит библия нас вот стандартная ничего здесь лишнего нет если вы думаете у нас какая-то другая обычная библия и молятся ребятишки в собрании мы все молимся все очень хорошо проходит интересно не всем правда нравится я как-то начала снимать но не не все одобряют поэтому я перестала кому надо я думаю в интернете найдут всю информацию так что вот так пока что выглядит наш зал мы еще ничего не убирали здесь будет ремонт все это уберется здесь значит одна стена будет убираться скорее всего вот это вся стена будет убираться все полы будут убираться балки и будет заливаться одна большая сплошная плита под теплый пол вот это конечно все финансирует церковь не наша церковь и ну может быть и наша тоже будет как-то финансировать я не знаю это братья и сестры скорее финансирует этот проект они нам очень сильно помогали много и вот сейчас они будут финансировать этот весь проект все это будет разбираться саша конечно здесь будет помогать подсказывать что-то как-то может быть и физически если успеет если на работу не выйдет что вот такие планы вот-вот скоро наверное приедут смотреть обещали приехать посмотреть что да как тут все пока все очень оси то здесь уже все не работает страшненько все нужно убирать окна тоже будут меняться на пластиковые скорее всего нынче может быть так они как-то сделают еще да ну вообще в планах у них большая реконструкция так что ну пока вот вроде бы идут разговоры что пол нужно убирать все заливать так же вот как у нас в доме сделан теплый пол такую же систему хотят здесь сделать и будет у нас здесь дом молитвы сейчас мы относимся к иркутской церкви вот но очень сильно мечтаем уже много лет о своей церкви здесь на большой речке большой речки вот так что дай бог работы очень много так что братья сестры кто нас смотрит пожалуйста молитесь что все получилось все все что вышло были работники были спонсоры то есть конечно это очень сложно и саша переживает за все это и мы все переживаем но я думаю господь не оставит и все получится здесь тоже все еще так вот страшненько будем все убирать полы здесь очень и очень плохие не все падают поэтому полы будут обязательно убирать окна каждую весну бегут и вот чтобы такого не было частины будет меняться до окна я уже как-то рассказывал и его топ на нужно обязательно поменять на пластиковые так в общем и печку скорее всего тоже уберут она вся по развалилась мужу кое-как саше даже ванны здесь вся она постоянно вываливается и толку с него уже никакого нет ее нужно убрать здесь есть санузел наша старая ванна если рабочие здесь будут находиться есть где помыться им то есть все здесь принципе мы ничего это не забираем здесь все остается здесь тоже на полы будут убирать хотя саша их здесь менял очень видно будет тоже большие вложения нужны будет я не знаю какая сумма мы им озвучивали они нас просили озвучить сумму какую нужно на реконструкцию мы им говорили в принципе они сказали что все собрали братья из корей поэтому если все получится то это же нужно как-то очень быстро сделать чтобы это все не тянуть а работа конечно очень-очень много все это сломать у нас полы здесь в старом доме двойные там между ними стружка она правда вся уже обрушилась первый слой пола упал и конечно работы будет очень много и за опять таскает воду хочет купаться солнце ушло я ругаюсь потому что чтобы она не сгорела сейчас солнышко нет на улице очень тепло поэтому она хочет бассейн пока не знаю по прогнозам вроде не обещали хотя надо проверить дима спит болит спина у него сгорел бедный лежит на животе сейчас намазали тоже кремом вот так вот кожа такая очень чувствительная быстро быстро сгорает миша если еще маленько уже адаптировался у нас не сгорает надюша не сгорает ваня саша я в принципе не сильно они смуглые а вот дима лиза очень светлые славик тоже но слова как-то не сгорел но дима сильно сгорел конечно очень сильно болеет теперь очень аккуратно сейчас солнцем с таким ну вот так полочки пока что повесили порошочек внизу меня стирка идет полным ходом стирки очень много каждый день мальчишкам повесили тоже шкафчик который на кухне у меня был под вещи вещи надо все из дома перенести не все перенесли не было времени я думаю завтра уже начнем все это сегодня уже сильно все устали саша возится тут что-то души сейчас посмотрим закрывает дырки пока потому что он прям светится все видно как-то надо пережить сидим таню смотрим бровченко очень часто их смотрим поставила наш ужин духовку в общем скоро буду забирать никуда не ухожу приходится здесь находиться чтобы не прокараулить скоро уже поджарится все заберу друзья пока жду духовочку хочу ответить немного на комментарии ваши не обращайте что у меня находится сзади такое вот ремонтное состояние это просто на кухне сняли полки и шторы естественно это моя старая кухня вот ну конечно тут нужен большой ремонт поэтому не обращайте внимание просто у меня появилась минутка вам ответить значит во первых я хочу ответить на вопрос про славян день рождения меня просто за убили все почему не поздравили славика почему не показали и так далее но первых друзья откуда вы знаете поздравили мы славика или нет естественно мы славика поздравим 24 июня у него был день рождения просто мы это не стали как бы озвучивать показывать вообще в планах было отпраздновать его как следует но пока не получается и не пишите мне в комментариях что типа что за вы такие родители что выделяете одних детей и других вот вы просто сами представьте сколько у нас родственников детей и у нас дни рождения в месяц по я не знаю два три четыре иногда по дня рождений дня рождения и это очень много это финансово очень сложно вывести мы купили с сашей тортик с города мы как раз ехали в тот день 24 мы были в иркутске мы купили тортик привезли ребенка конечно же поздравили попили в узком кругу своих родных и близких чай славику мы подарили подарок уже давно мы подарили ему старенький iphone это сашин первый iphone был он его сам собирал по моему да это прям самый первый на iphone какой-то с там не знаю какой и вот мы славе когда дарили и мы говорили что это тебе в честь дня рождения вот такой был подарок у славе и значит славика бабушка подарила ему деньги вот но как то вот так вот ребята просто но вы поймите что у нас сейчас стройка у нас восемь детей и это очень сложно мы стараемся всяко-разно стараемся чтобы все было у детей есть все я бы слова что тебе подарить он даже не знает что придумать что подарить пришел у детей в принципе есть все у них есть велосипеды есть ролики у них есть у всех телефоны у них есть одежда они носят новую одежду не переживать что они в обносках или что-то да у нас есть одежда которую нам отдают но так как я блогер я беру на обзор одежду и кто нас давно смотрит знаешь что ребятишки в новом ходят это не правда что они все в обносках там мы нарожали и теперь они все в какой-то там старой одежде ходят мы работаем, мы все равно трудимся. Да, у меня такая работа, я блогер и я на обзор очень часто заказываю одежду. Новая одежда и поэтому ребятишки все одеты и, ну, вся хорошая одежда. Я порой такую одежду даже отдаю, что она просто как новая. Мы не успеваем ее сносить и мне опять подходит опять новый обзор и я еще заказываю, я смотрю, что уже много одежды, я просто ее отдаю нуждающимся людям. Поэтому у ребенка все есть и он даже не мог придумать. Он говорит, купите мне наушники. Ну, наушники мы и так просто пошли, докупили там. Вот, друзья, так что мы поздравили конечно Славика. Да, в описании есть все дни рождения наших детей. Если есть какая-то возможность, мы празднуем. Тут с переездом, со всеми этими делами, ну, просто не до этого. Вот наши родственники, они знают, что мы просто бегаем, бегаем, бегаем целыми днями. Сейчас я беременна, еще девятая беременность и на начальном этапе беременности дается очень много анализов, много нужно пройти врачей. Это просто такие гонки. Я просто не знаю. Нужно и дома успеть, в огороде успеть, всем дать внимание. При том, что еще у меня токсикоз, мне очень сложно, да. Я хотя не оправдываюсь, не жалуюсь вам, просто вы должны как бы понять маленькое состояние, да. Как побыть в моей шкуре, но это все равно вы не побудете, это очень сложно представить. Может, многодетные мамочки еще и представить. Вот, мы приехали в 24 июня, была гроза, по-моему, и у меня так точнило, мне просто рвало, просто. Первый раз мне так рвало, видать, что. Надышалась газа, и вот все, вот это вот, эффект такой был на меня плохой. Сейчас я приду, подожди, сейчас пожарится, еще немножко, ладно? Чуть-чуть осталось. Детки уже проголодались. Сейчас, сейчас я разговариваю с зрителем, немножко, подожди, ладно? Ванюшке нужно срочно коробок от спичек, давай коробок высыпала спички. Ой, простите, я уже прям на эмоциях сейчас, чуть-чуть тут так жарко, прям от печки, этой вытяжки же теперь нету. Ну вот, друзья, я надеюсь, понятливые поймут, хейтерам бесполезно объяснять, вы все равно задолбите, то за собаку, то за кур, то еще за что. Почему собака не гуляет? Вы понимаете, у меня цыплята сейчас бегают по территории, у меня не загороженный огород. Может, это городские пишут, которые не понимают просто, у нас в деревне не принято, чтобы собака просто носилась где-то там за оградой, по территории у вас бегала. Она обязательно должна быть прицеплена. Не будет прицеплена штраф, все. У нас так сильно покусали одну женщину, собаку, конечно, застрелили потом, вот, нашу знакомую. Поэтому это ни в коем случае нельзя, чтобы она просто бегала здесь по территории. Она задает мне всех цыплят, всех кур передавит, перетопчет все грядки, не дай бог набросится на Алису, позвонили, немножко прервали. В общем, забыла уже, что даже говорила про собаку. Ну, я надеюсь, вы поняли, да, друзья, что у нас, ну, никак эту собаку не выпустить. Она в вольере, она не прицеплена, ей там очень хорошо. Ну, осенью, может, как-то и погуляет. Но сейчас вообще никак, чтобы она там бегала по территории, это вообще нереально. Вот вы спросите у всех, кто живет в нашем поселке, собаки все прицеплены. Никакая собака не бегает. Я не знаю, вы, может, из Штатов там пишите, или где у вас там бегают собаки. У нас не принято, чтобы собака бегала. Не дай бог, собака тронет ребенка, который, ну, вот вообще, если это чужой ребенок, то это вообще просто скандал будет. Это сразу подсудное дело, и нас накажут штрафом, и я не знаю, что будет. Поэтому, ну, зачем нам такие проблемы? Собака каждый день сытая, все у нее есть, у нее просторно, будка, все есть. Так что не переживайте, все будет хорошо. С собакой, то все переживают, так где собака, где собака. Поэтому, ну, немножко, вот так я вам рассказала нашу ситуацию, да, сейчас, правда, сложно, ребята, сложно. Большая семья, это не просто, это не так вот просто, раз, и все по маслу идет, да. Есть трудности, каждый день через какие-то трудности. Я не жалуюсь, это каждый день просто, ну, это наша жизнь такая. Ничего здесь не сделать уже. Мы сами ее выбрали. Вот, поэтому, ну, не отпраздновали Славики на день рождения, да. Ну, так вышло, так получилось. Может быть, 10 лет юбилей получится отпраздновать. Вот, нынче очень много было у родственников, везде эти дни рождения. Я говорю, Саша, каждый день по нескольку, значит, вот этих событий, счастливых, конечно же, моментов. Ну, а так, конечно, ребенка родители поздравят. Как не поздравить-то? Конечно, поздравят. Вот, и спасибо тем, кто поздравлял его в комментариях, кто вспомнил. Вот, мы, конечно, все Славику передаем. Они вообще очень часто читают ваши комментарии. Подходят к компьютеру. Надюша часто там раз-раз все почитала. Так что вот такое было у нас сегодня видео. Спасибо, что вы были с нами. Я надеюсь на понимание на ваше. Спасибо, что подписываетесь на нас. Сейчас очень много подписчиков новых пришло. Большое-большое спасибо, что вы с нами. Оставайтесь с нами дальше. Будет очень интересно. Скоро поедем в больницу. Все эти анализы. Девчонкам, кто беременны, тоже будет интересно. Так что все, друзья. На этом буду заканчивать. И так уже разговаривалась. Все. Все. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok